внутри пакетик и он все проклеим поцеловече скуплено 6000 самураи варьер но сходя из того что он редуктор держит восемь килограмм должен дать это ну тридцатку у этого редуктор помягче 45 килограмм поэтому мы брались при обе навигатор и все пучком мешочек ну без соответствующий все солидный мешочек аппарат короче на солидную рыбу душка нормальная может можно в общем торчать с ней ручкой сейчас я ну что сказать красавица плавный ход просто ну что вообще не вот она крутится прикручу об живот об пузов но простите нечем больше надо надо либо держать на спину и фронтовская ручка вот металлическая конечно такая удобно держать мощная ручка вот я ее переставлю на право я абсолютно при весе полкило абсолютно мягкий ход то и менее просто верещать будут вот и верхние взгляды от этой машины вот пошла крутится раз она встает на место усилия ну такое существенное конечно чем на обычной капусте но в то же время не такое большое да чтоб она могла ну и в целом если не значит что она дикую такую тяговую мощность развивает да в принципе вообще не воспринимается но обалдеть вот она и назад и вперед еще вот ручка подается она подвесом ручки как бы сейчас крутану вот вполне прокрутится так отмечаем значит недостатки первое что впритык значит накрепление дайва вот этой стандартной практически пришлось полностью выкручивать запаса ну нет можно сказать ведь ставится впритык но плюс центровка спиннинга шикарная спиннинг вот на пальце на одном я вешаю вот она то есть центровка носик все висит спиннинг как надо добавим лески хотя чуть чуть уходит конечно вниз это не есть хорошо но может потяжелить задник как бы там разберемся конечно спиннинг не под нее нужен более серьезный спиннинг ну как что есть покажется как бы катуха главный но зато вот поворачивается в руке вот это вот все вполне вращабельно как бы вполне вот он ходит но я не сказал что сильно утомить может мужика который помешан на рыбалке да вот движениями всем другом как бы посмотрим но в принципе терпимо это как бы вариант уж там всем для экзотический такой а вот второй вариант попроще она будет основная это будет ну прямо уж совсем когда я слышу крутизла пока по сравнению с мясорубкой топовой это конечно чуть поскромнее даже резко поскромнее но все-таки размер имеет значение даже сравнивать вообще некорректно 6000 из 4000 которая так по большому счету на 3500 даже больше похоже скажем 4500 я сомневаюсь скорее 4 но опять таки у нее плюс вот ее ручка защелка тут немного другая но она интересная у пилота мне понравилось тем что она как раз не сильно длинная не сильно кривая и вот этот шестигранник на защелке он перелом кнопочка вот то есть быстро очень ее приводить в рабочее состояние ничего подкручивать не надо вот этот момент мне понравился и ручка сама все таки вроде как металл холодный поэтому она именно механика добротная именно мне понравилась у нее механика опять таки ручка вот этот узел тоже как и все при обе многооборотистая ну то есть все путем в этом плане и душка душка тоже такая меньше диаметр но она помягче чуть-чуть поплавнее в целом достойный вроде аппарат на как бы как раз для средних таких для средних условий сама наверно то наструктив защелки немного другой тут винт надо выкручивать и перекручивать нас свою сторону изначально идет права рука но я для левша поэтому сейчас на левую перекручу фирменный шестигранник но диаметр лучше соответственно винт тоже крепит ну совсем уж суточную троечку и все такими что не очень серьезно м3 не знаю я не там пять килограмм собираюсь найти ну ладно редуктор может как бы механизм более простой более слабый соответственно критиковать можно только при реальной работе не понравилось грубовато достаточно у нас такой это на ощупь вроде металл но тоже он немного грубовато сделал ну да ладно посмотрим безусенцы какие-то такие не очень приятные на ощупь хотя не скользит ставим на левую руку обращаю внимание насколько хуже сбалансировала катушка катушка вот это вот отлично сбалансировала то есть вот на одном пальчике вот он ровно задний и насколько хуже сбалансирован варьер вот я установил на 2.7 на его штатную рабочую и вот вот он вниз пошел то есть все он не сбалансированный то есть спиннинг конечно нужен другой по весу именно удилища все оно будет утяжелять вот кончик нота что-ли бы забрать баланс нарушен соответственно вставать будет рука при том что он кажется легче на самом деле за нарушение баланса это биение и прочее посмотрим то есть будет требовать сноровки немного своеобразно именно для этой катушки надо будет настраивать как бы потому что ну так или кинешь никуда или посечешь сильно жестко оторвешь губу там или палец допустим мелком соответственно проблемы на ощупь она какая-то немножко туговатая но как бы ходит тем не менее мягко хорошо вопросов нет ну звук слышим до ценовый диапазон как бы ощущает при том что ход вот какой-то как что-то поджимает надо смотреть шайбочки разберем смазку паспорт пружинка ходит нормально так срабатывает ага вот недостаток бьет по руке пружинка тоже специфичность такая да причем хорошо вот она бьет по кончикам пальцев что-то в ней не доработано в катушке и сам срабатывает тут же даже чем на той катушке это грубый грубый топор попробую настроить конечно потом резкий как бы провал по качеству по удобству да я не знаю честно говоря не хочу сказать что то она не понравилась мне честно не катила ручкой опять таки размер думал посолиднее будет неплохо мягенькая слегка такая в процессе работы будет видно посмотрим сколько и как мы поймаем брал ее тоже под гобблер как бы для работы так по заломам по яму на перекатах не сильно далекий заброс а вот этот гадание заброс тоже по ямам но уже по корягам на перекатах вполне себе с ощущением что-то заседили вот так в целом вроде не плохо ну вот дисбаланс ее конечно дисбаланс убивает вот она ну что это она ушла под углом почти 45 градусов ну 45 40 . это без блески сейчас намотаешь леску она еще и будет дисбаланс и при том что она якобы легче но вот именно легкости ее не чувствуется из-за дисбаланса то есть эта масса сбалансирована как бы в руку отдаёт и и теряется вот эта вот легкость как чем-то похоже на ненастроенный тонарм да то есть это ненастроенная иголка и верха пропадает и динамичные в общем не динамичные и все можно попробовать лишь на 3-метровой переставить я я не думаю что результат будет сильно отличаться да потому что конечно приятно то что она вот целью ложится без вопрос в отличие от того что здесь расстояние насколько расстояние насколько расстояние отличие вот резьба видна она практически едва-едва закрепленная не совсем подходящий но увы есть на том это как да и как так Продолжение следует...